Сегодня в поселке Вензели продолжается крупнейшая агропромышленная выставка Уральского округа. Ожидается тест-драйв на тракторах, праздничный концерт, а в завершении церемония закрытия. Подробнее об итогах выставки расскажет Инна Михайловская. Дебют на Урале. Трактор К-424. Детище Петербургского тракторного завода. Российский железный конь. Пять лет конструкторы предприятия вели разработки, тестировали его на бездорожье, чтобы заявить на весь мир – наш кировец не хуже иностранцев. В цене выигрывает он еще и универсален. Может быть тягачом, участвовать в дорожных работах и, конечно, полевых. Все-таки американские машины, они больше и очень капризны в том плане, что они должны работать со своими. Если Джон Дир, то это должна быть селка Джон Дир и культиватор. Наш трактор будет работать и с Джон Диром, он будет работать и с Амичкой, он будет работать и с любым плугом, который выпущен на территории Российской Федерации. И таких сюрпризов на выставке было немало. 32 новинки – рекорд. Форум проходит в нашем регионе уже в восьмой раз, только в этом году статус его стал выше. Впервые она носит окружной характер. Здесь представлены более 50 участников из 15 регионов нашей страны. И можно ознакомиться с образцами более чем 230 единиц техники. То, что большинство машин и агрегатов отечественного производства – особенность выставки. По деньгам очень конкурентоспособные импортные аналоги, достаточно дорогие. И, что самое главное, вот это общение с нашими соседями, производителями позволяет двигаться вперед, стоять на месте, внедрять все самое передовое современное. Вот если бы технику собирали в Уральском округе. Создание кластера по производству сельхозмашин обсудили на заседании Кружного совета по экономической политике. В соседних областях есть все условия, хотя и Тюменский регион не исключают. Но главное, чтобы техника была доступна аграриям. Производители сельхозтехники должны сегодня думать, искать льготные формы предложения этой техники, для того, чтобы не только показывать, но и отдавать конкретно в руки, для того, чтобы заинтересовать, расширять свой рынок, заинтересовать производителей, как раз аграриев, именно приобретать их технику. Вот в этом плане соединение земледельцев с сельхозмашинстроением – это как раз наша задача. Голова может загружиться среди такого разнообразия. Но, тем не менее, руководители Тюменской сельхозпредприятий теперь в курсе. В курсе новинок российского сельскохозяйственного машиностроения. Еще есть время, чтобы сделать выбор. Новый сезон только начинается. Инна Михайловская, Антон Пригорницкий. Тюменское время.